Привет всем! Дорогие друзья, меня зовут Ольга, а вы находитесь на страницах моего журнала Жизнь на Распашку. Сегодня у нас с вами, как вы уже, наверное, посмотрели на мой стол, сегодня у нас с вами хозяйственная страничка. Каждому хозяину и каждой хозяйке, конечно, всегда хочется, чтобы их дом оставался в чистоте и порядке. Так вот, то, что сегодня я предлагаю вам сделать собственными руками, намного облегчит ваш труд и поможет в хозяйстве. Причем то, что мы с вами изготовим, называется обычной чистящей пастой. Я уверена, что все вы уже встречали на страницах интернета кричащее название об этой пасте. Но дело в том, что свойства этой пасты зависят от ее составляющих. И если эти составляющие подобраны не совсем верно, то и паста будет чистить совсем по-разному. В начале ролика я предлагаю вам эту пасту изготовить собственными руками. А в конце мы посмотрим применение этой пасты на практике. Итак, что же потребуется нам для изготовления нашего домашнего чистящего средства? Как вы видите, у меня на столе заготовлены все части, которые пойдут в ход для нашей пасты. Итак, ну давайте я даже не по порядку, а то, что ближе стоит. Вот это у меня хозяйственное мыло, которое нам понадобится. Оно жидкое. И я сразу предвижу вопросы, что если нет жидкого хозяйственного мыла, можно ли заменить его чем-то другим? Так вот, хозяйственное мыло, на то оно и есть хозяйственное. Оно относится к щелочным продуктам. Хозяйственное мыло можно только лишь заменить жидкое на твердое. Но и то, его нужно потереть на терке, творить в горячей воде до жидкого состояния. То есть, чтобы вы еще к этому же изготовили собственными руками жидкое хозяйственное мыло. Поехали дальше. Это всем известная сода, которую сейчас уже рекламировать никому не нужно. Сода идет повсеместно в основном, как природный абсорбент, который помогает чистить. Поэтому он и входит в состав нашей чистящей пасты. Далее горчичный порошок. Горчичный порошок сейчас ставится на одном уровне с содой. Поэтому никому доказывать не нужно, что горчичный порошок замечательно отмывает посуду от жира. Не оставляя никаких абсолютно жирных следов, если у вас вдруг закончилось моющее средство для посуды. Уксусная кислота тоже войдет в состав нашей пасты. Значит, что я могу сказать? У меня в доме оказалось только 70%, поэтому я буду брать ее в небольшом количестве. Или для приготовления, если вы не уверены в себе, можете разбавить ее водой. Далее у меня есть кружечка, в которой разведен водный хлорированный раствор. Это обеззараживание и отбеливание. Ну и далее посуда. Я взяла широкую стеклянную с той целью, чтобы вам было видно все мои действия приготовления. Вы можете взять любую свою, которая вам удобна. И пасту впоследствии нужно будет переложить в ту баночку, в которой вам удобно будет хранить ее в холодильнике под закрытой крышкой. Итак, приступаем. Во-первых, я в свою емкость налью жидкого мыла. Для этого у меня есть обычный стакан. Так вот, мыло жидкого рекомендуют 25 миллиграмм. То есть я примерно одну четверть сейчас налью в стакан хозяйственного жидкого мыла. Вот примерно такое количество. И вылью его в свою емкость. Далее, горчичного порошка надо будет взять больше всего по количеству, чем остальных ингредиентов. Потому что горчичный порошок будет у нас являться основным чистящим средством. Его я положу 4 столовые ложки. Итак, кладем. Значит, ложки у меня столовые, поэтому я раз с горочкой, два, три и четыре. Итак, это мы с вами положили. Сода, как я уже говорила, она тоже стоит на одном уровне с горчичным порошком. Поэтому всегда обычно входит в состав различных чистящих средств. В данном случае мне потребуется 1 столовая ложка этого порошка. Ну вот примерно так. Раз у меня подчеркнулось без горки, а горчицу я клала с горкой. Поэтому я чуть-чуть еще соды добавлю в эту смесь. Итак, далее я начинаю класть уксус. Будьте добры, не переборщить с уксуса. Надо будет его положить 1 столовую ложку. У меня уксус, как я уже говорила, 70-процентный. Поэтому сюда я его положу только на кончике ложки. Итак, последнее действие, это мы заливаем хлорированный водный раствор. Еще раз будьте добры услышать, водный раствор. Я его сейчас наливаю 2 столовые ложки. Он у нас будет обеззараживать. Вот смотрите, от хлора тоже пошла реакция с содой. И мне сейчас осталось только перемешать эту всю пасту до однородного состояния. Итак, друзья, смотрите, у нас получилась паста как из магазина. Она довольно-таки вяжущего состояния. Она не льется, не рассыпается. Выглядит очень замечательно, горчичного цвета. Сейчас я дам ей 15-20 минут, ну если у вас неспешно, можно подождать и 30 минут, чтобы паста настоялась и все элементы смешались до однородного все-таки состояния. Итак, оставляем. А я пошла искать кастрюлю, которую будем чистить. Я нашла кастрюльку, на дне которой вот такой нагар от открытого огня. Мне останется попробовать и свою пасту в применении практическом. Вот таким образом, друзья, еще несколько моих усилий, и я скоро увижу под ней цену, потому что кастрюля 23 года. И раньше здесь писали цену. Вот оно, смотрите, скрипит. Это говорит о чистоте кастрюли, о том, что этой кастрюлей можно еще пользоваться достаточно долгое время. Всем пока!